итак друзья вот такой вот стояк у меня проходит в углу и раздает отопление на две комнаты соответственно чтобы избавить себя от лишних платных вызовов сантехников при аварии с трубами подводки я сделал следующее вкрутил прям в кран вот такие вот краны шаровые маму папу взял чтобы избавиться от лишних переходников в ту комнату я уже пластик подвел но не подключил как видите краны перекрыты в эту комнату сейчас буду подводить на батарею процесс намотки льна на резьбовое соединение я покажу в ускоренном режиме вам я думаю каждый кто когда-то занимался трубами придумал для себя удобный вариант как наматывать лен ну по крайней мере показаны вам вариант очень удобен быстро и ни разу не давал осечки у меня попозже потом при следующем использовании льна я прокомментирую поподробнее этот процесс так что приятного просмотра а кто хочет прослушать мои комментарии по намотке льна может перемотать сразу на 11 минут 30 секунд там я уже голосом рассказываю как его мотать все вместеですね вот он а вот так pas а Сначала закручивается хорошо рукой, а потом подтягиваем еще и внимательно следим, чтобы пакли не начало в кучку собираться. Вот когда закрутили, прям не стесняясь по вращению резьбы, вот так вот пальцем заглаживаем все, чтобы было красиво и не торчало пакли. Получается как-то вот так вот. Как видите, сильно заляпал я этой пастой белоснежную муфточку. Спиртиком ее приходится протирать. А чтобы не измазать, нужно делать следующее. Сейчас я вам покажу. Отрываем кусочек картона и через него закручиваем. Картон конечно не рвется, но так вот меняем положение периодически все. Вот так вот закрутили. Видите, здесь торчит хвостик пакли. Мы его пальцем вот так вот по ходу закручивания убираем. Вот что получается. Сейчас покажу поближе. Видите, такой ровный бортик. Включаем на разогрев наш паяльник. Итак, паяльник нагрется. Трубу ставим вот этими надписями к стенке. Считаю. Все. Так вот загнали. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Подержать можно подольше. Как видите, установщики окон чуть-чуть накосячили. Очень низко опустили потолок. И придется вот из таких поворотов на 45 градусов и вот таких вот коротких обрезков трубы спаять вот такой переходник. Вот так вот он будет стоять. Соответственно, опускать трубу до уровня батареи. На поворотах на 45 градусов есть вот такие вот рисочки. По ним очень удобно спаивать их. Переходы, видите. Ставьте, чтобы ровно не было. И все будет красиво у вас. Обязательно дожидаемся, когда наша первая спайка остынет окончательно. Вступаем к дальнейшему. Здесь учитываем еще относительное расположение батареи и трубы. Здесь не просто вот так вот надо будет прибавить, а чуть-чуть сместить выходное отверстие к стене. Потому что батареи немножко заглублено внизу. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот получилось. Ну и не забывайте издалека контролировать уровень труб. Вот так вот я сделал, видите. Вторую трубу нижнюю я продлю до угла. Потому что у нас разворот лучше сделать в этом вот углу. раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот получается. Вот так вот получается. Ну и вторая возможность поработать ключом, это надо закрутить ответную часть американки в батарею. Сначала проходим просто. Далее уже показанным способом намотроваем пакли. Напоминаю, как в предыдущем случае, на пол битка где-то нахлёст. Вот так вот. 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 Ну и все. Еще раз повторюсь, что для намотки лен должен быть чистеньким, ровненьким, без всяких палок, катышков, скруток. Наносим с перекрытием в пол витка в направлении, показанном мною. Естественно, я показываю для обычной правой резьбы сейчас. Ну и так как я не профессиональный сантехник, то я обязательно использую уплотнительную пасту. Какую, в принципе, все равно. Можно даже краску обычную масляную использовать. Начинаем вкручивать. Ну и как вы видите, до конца никогда не закрепите. Потому что все-таки ключ имеет какую-то ширину и не подлезет до конца. Сейчас открою вам маленький секрет. Вынимаете из ответной части втулочку. И вот это кольцо с резьбой накручиваете. Вот такой маленький секрет. Из ответной части вынимаете втулку, накручиваете гайку. И уже за гайку, ключом, аккуратно, без рывков, вкручиваете в батарею. Ну и на самом деле, скажу вам, все это удобнее делать, сняв батарею. Поставив ее, как удобно. Вот видите, я на ПАПА поставил ее. Намного удобнее и крутить, и контролировать процесс этот. Все более доступно. И более удобно. Так что, если батарею реально снять и поставить вот таким образом, то лучше сделайте это. После вкручивания, не боясь измазать пальчики, вот так пальчиком плотно проводим по контуру, получается вот такой ровный бортик красивый. Ну и в результате получилось вот так. Ну и в завершении, друзья. Все, краны открыты. Отопление подано в обе комнаты. Так что, все отлично работает. Никаких подтечек не было. Открыл. Вот уже ночь простояла. Батареи горяченные, так как батареи промыл перед тем, как ставить их обратно. Вот такая конструкция. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.